Сегодня у нас обзор беспроводной стиральной машинки. У нее нет провода электричества, сети. Она не включается, друзья, в розетку. Никуда она не включается. В ней напряжение все время преобладает само по себе. Надо это включить. Без подключения в розетку. Здесь на ней нет провода. Она питается, как они говорят, индукционными волнами. Там какой-то супериндуктор древний стоит. Потому что этой машинке уже лет 500-300. И там стоит беспроводная технология электрического тока. Типа, что в ней нет ни провода, ничего в ней нет. Она просто сама по себе. Вот она вот тут же нет у нас ничего. Ни электричества, никаких проводов идти от нее, ничего нет. Поэтому ее можно выносить в огород, в сад. Где-нибудь поставить возле реки, возле озера. Возле озера поставить. Ведром начерпал воду и стираю. Плюс такой стиральной машинки, что ей не нужен провод. У нее не надо 220 вольт. Ее не надо никуда включать. У нее стоит специальный такой приемный трансформатор, индуктор, который наводит волны. Поэтому она весит 100 килограмм. 100 килограмм весит. Сделано с алюминия. Видите, с алюминия. Это для того, чтобы проходили радиоволны. Радиоволны проходили сквозь алюминий. Потому что железо тут, это железо, это глушит радиоволны. Поэтому здесь везде стоят обмоточные провода, намотки. Провода стоят здесь везде. В крышке видите, как антенны стоят. И они принимают, принимают с этого, сверху принимают радиоволны. Сверху принимают радиоволны. И поэтому каждый говорит, это же машинка без подключения. Ее купил, принес, на озеро поставил. Света нет, электричества нет. Ведром воду залил себе. Вот так включил. Вот сейчас она же ни к чему не подключена. Она же работает. У нее нет ни к чему не подключена. И она работает сама по себе. Вот алюминий, обмотки, трансформатор, индуктор. Вышки, которые передают беспроводное электричество. Еще в старину, когда еще провод не было проводов. Этот вот, как это, там один ученый, он использовал подключение. Да, у него лампочки горели в руках. А это такая стерильная машинка. Как она называется, друзья? Чайка 3, чайка, чайка, речная что ли? Речная чайка, чайки вроде как на море. Что тут речная чайка должна быть? Тогда ее надо в море оставить и морскую воду наливать. Вот чайка. Может вообще чайки на океане может быть бывают. Может океановская, я не знаю. Ну, в общем, такие слухи всю жизнь ходили у нас в народе. И я такое слышал, друзья. Тысячи раз. Тысячи раз. Вот так они все говорят. Тысячи раз слышал. Тысячи раз. Так я чу. Тысячи раз. Но я говорю еще раз. Здесь вот провод, смотрите. Вот провод, видите?